Много металла и тяжелых воспоминаний. Да и как иначе? Кажется, он до сих пор помнит каждый день на фронте. Начало войны молодой Азаль застал в стенах Московского краснознаменного артиллерийского училища. Вместе с сокурсниками принимал участие в обороне столицы Родины. Потом Карельский фронт. Юноши доверили командованию огневого взвода. После того, как мы прибыли на фронт, буквально через несколько дней к нам с той стороны пришел обер-лейтенант. Так вот этот обер-лейтенант сказал, сейчас скажу, той фельдгбер, чертовое оружие. В фашистской армии знали, что представляет из себя Катюша. Эта машина смерти – одно из величайших изобретений того времени. Особенность ее в том, что она стреляет по площадям. В одной машине 16 снарядов, 8 наверху и 8 внизу. В ноябре 42-го Азальмир Галимович уже начальник разведки дивизиона гвардейских минометов. Участвует в обороне Заполярья. Военный поход прервал ранения в 43-м под Мурманском. Вот эти два осколка. Один сюда, другой сюда. Так вот этот осколк, который попал в ногу, он мне разбил этот нижний треть бедра, кость. Рана оказалась проникающей в коленный сустав. Госпиталь. С кровати он не вставал долгих 7 месяцев. Потом инвалидность и страшный приговор к фронтовой службе негоден. Посмотрели, посмотрели и сказали, братья, ты отвоевал. Я заплакал. Порой ковать победу приходилось голыми руками. Огонь, боль, потери. Но они должны были жить и становиться героями. Тяжелые воспоминания о мужестве. Тяжелые в буквальном смысле. Вот этот вот знак мне, он, например, очень важен. Это знак участника боев. Это вот медаль за оборону Москвы, а это за оборону Советского Заполярья. В 44-м, вернувшись из госпиталя, Азгаль Мергалимович познакомился со своей будущей женой. Праздник победы они отмечали уже вместе. 9 мая ночью, это было, ранним утром по радио услышали. Вот она пришла. И мы с ней пошли в город. Вот так и отметили День Победы. Дети, внуки, правнуки, десятилетия совместной жизни. Их связала и закалила война. Несмотря ни на что, были счастливы сами и помогли нам построить свое счастье. Без памяти о прошлом нет будущего. Марта Луканина, Руслан Юсупов, Юнивер Ньюс. Руслан Юсупов, Юнивер Ньюс.